Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня в меню спринг-роллы. Очень быстрая закуска с тремя соусами. Сладко-острый чили, сладко-соленый соевый кунстой и почти классический майонез с кунжутом. А начинка роллов будет грибная. Итак, нам понадобятся грибы. Здесь у меня три вида. Это шитаки, портабелла и шимехи, по-моему. Так они называются, не знаю. Сливки, лук, чеснок, острый перец, растительное масло. Короче, прочитайте все. И самый главный ингредиент. Готовое покупное тесто фило. Для начала надо нашинковать грибы. Какие именно вы будете использовать, совершенно неважно. Я имею в виду, что можно вполне обойтись только шампиньонами. Мне-то нужно обязательно разыскивать шитаки или еще там какие. И сразу отправлю обжариваться на растительном масле. Вы помните, что степенью обжарки шампиньонов можете регулировать силу их аромата. Нагрев средний. Я пока займусь луком. Вот лук предпочту нарезать помельче, кубиком. Примерно вот такого размера. И не забывайте помешивать шампиньоны. Они сначала дадут сок, а вот затем, когда сок выкипит, начнут прижариваться. Видите? Вот в этот момент и надо как раз-таки добавлять лук. И сразу же перемешать. И можно добавить соли. Начинка в процессе. Самое время заняться соусами. Сначала чеснок. Он понадобится сразу для двух соусов. Для майонезного и для чили. Кстати, также для двух соусов понадобится еще и кунжутное семя. А вот лук понадобится только для одного. Для чили соуса. Ну и раз уж речь о нем зашла, сразу его и нарублю. О, какой красавец. В дело у меня пойдет сегодня и красный, и зеленый. Для контраста, так сказать. Да, я сегодня ничего про самуру не сказал. Сегодня опять использую самуру хайкарбон. Кстати, как там грибы? Грибы отлично. Самое время добавить сливок. И перемешать. Жирность сливок в данном случае не очень важна. Добавите 10% и придется чуть подольше выпаривать до загустевания. И все. Добавите 30% и выпаривать придется меньше. Огонь самый слабый. Ну нет, конечно, жирность важна для талии. Но вот с точки зрения густоты соуса никакого значения не имеет. Так, теперь кунжут. Немного придется разбить в труху. Можете сделать это в кофемолке. А я воспользуюсь вот такой насадкой для своего чудо-агрегата. Полминуты. Продолжение. И все. Подготовительные процедуры завершены. Итак, для чили соуса надо обжарить лук и чеснок. Лук надо вести до начала зарумянивания. А я пока смешаю соевый соус с крахмалом. Я же вам обещал густой соевый. Поэтому одну половину смешаю с кунжутом семенем, а вот вторую с крахмалом. И вот этот с семенем. Прогрею в микроволновке. В горячем соевом соусе аромат кунжута разойдет гораздо быстрее. А вот теперь смешиваю. Отлично. И вот эту замечательную смесь соевого соуса, крахмала и кунжутного семени надо прогреть до загустевания. Это же по сути кисель соевый. Но это будет чуть позже. Я пока продолжу с чили. Пора добавить томатной пасты. И перемешать. И сразу же коричневого сахара. Вот так. Отлично. Эльзамический уксус. И чили перец. И можно выключать огонь. Первый соус готов. Доводим до кондиции второй. Вы спросите, а что ты со стаканами чириклос? Можно же было сразу в кастрюльке? Можно, отвечу я, если готовить сразу хотя бы пару стаканов такого соуса. Но у меня порцейка маленькая совсем. И если эти полстакана соуса попытаться кипятить, то, говорит, сплошная порнография. Моразм, короче. Второй соус, между тем, тоже готов. Смотрите, какой густой. Писота. Выправьте его на вкус. Если у вас он только соленый и сладости в нем не присутствует, надо добавить сахарку. Вот у меня соевый соус с такой достаточно отчетливой ноткой сладости. Поэтому я сахара не добавляю. Вы по своему соусу ориентируйтесь. Ну и теперь третий, самый примитивный и простой. Чесночный майонез на оливковом масле с кунжутом, с цельного яйца. И сразу посолить. А теперь минута жужжания. Главное не отрывать крыльчатку-то дна, пока эмульсия не ползет вверх. Отлично. И в качестве подкислителя использую лимонный сок. Еще 10 секунд пожужжать. Красота! А, какой густющий! Итак, три соуса готовы. Осталось только навертеть роллов. Вот такое тонюсенькое тесто фило у нас продается. Начиночку сюда. И свернуть вот эдаким рулончиком. А края надо смочить обычной водой, чтобы склеились лучше. И в таком вот виде сворачиваю все остальные. Немного магики, но... Правда, быстро получилось. Что касается тепловой обработки. Их можно смазать маслом и запечь в духовке. Их можно обжарить на сковороде. Их можно, в конце концов, в глубоком фритюре приготовить. Так как начинка внутри уже готовая, съедобная, я предпочитаю вариант с духовкой. Поэтому смажу маслом. И отправлю в духовку. Подожду 10 минут. И подавусь я к столу. Субтитры сделал DimaTorzok. Как видите, все очень просто. Вообще-то поедать их надо, не разрезая. Но я же должен показать товар лицом, так сказать. Так, сначала с этим кунжутным майонезом. Такой вот. Сами спиринг-роллы достаточно нейтральны по вкусу. Но это грибы со сливками, поэтому у них такой сладковатый вкус. А соус очень яркий и острый. Поэтому я бы в первую очередь рассматривал их как закуску. К пиву, например. Пройдусь по вот этому густому соевому. Смотрите, какой. Соевый. Очень густой. В нем и сладость присутствует. Ну, за счет того, что такой вот соевый. Если у вас другой, то сами добавьте сахара. И соленость такая. Очень классно. Под пиво. Вообще великолепно будет. Ну, и давайте все-таки по-острому пройдемся. Так. Вы знаете, когда давно в прошлой жизни, когда я был на учебе в Голландии, то на встрече, на бизнес-встрече, там был такой фуршет, шведский стол. И ходили между встречающимися бизнесменами. Официанты предлагали всякую закуску. И там были спринг-роллы. Это был мой первый опыт пробования незнакомых спринг-роллов в незнакомом месте. Я так протягиваю руку, а мне официант говорит. Be careful, sir. Very... Как же он сказал это? Very hot? Нет. Very spicy, он сказал. Very spicy. То есть очень острое. Я махнул рукой, что мне очень острое. Я попробовал этот маленький спринг-ролл. И после этого в течение полутора часов я в принципе не мог участвовать в беседе. У меня пропал голос. Я там выделил, наверное, бутылки полторы вина, чтобы пытаться потушить пожар, и чтобы у меня все-таки прорезвался голос. Так ничего не помогло. Пришлось йогуртом отъедаться уже поздно было. Ну так ладно, дайте уже попробовать, каково это, какой у меня получился остро-сладкий чили-соус. Это, конечно, не такой, какой был там, но тоже очень классный. Ой, люблю острое. Дайте я еще, дайте еще кусочек такого же острого соуса. Ну-ка. Это класс. Ураган. В кадре нельзя, когда придется ставить 18+, на ролике, но за кадром я себе позволю пенного. Спасибо за компанию. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, не понравилось пальцы вниз, не забудьте нажать колокольчик, что вам приходило на сообщение о новом выпуске кулинарной пропаганды. Спасибо за компанию. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok